И для всех людей, которые пытаются импьют секретные мотивы к моим словам, мне нужно этого делать. Если вы думаете, что я расист, спросите меня, и я вам скажу. А вы расист? Нет, я все-таки сексист. Все в порядке. Отлично. В любом случае, нет. Но если бы я был похож на защитника Владимира Путина, я бы просто сказал, что сейчас я защищаю Владимира Путина, но это не так. Я нападаю на наших лидеров и скорблюсь за ненки. Вы знаете, вот порой мне так иркашется, что он как наш Бабичев, да? Ну, наш. Не наш, да? Бабичев, в смысле, тот, который к моему каналу пристает. Ну, не наш Бабичев, да? Потому что он тоже, знаете как, ему нужно оправдаться в глазах американского населения и в глазах средств массовой информации. Потому что, ну, как бы его понять можно. Он вроде как смелый, да, но в то же время, я не трус, но я боюсь. Я как бы смелый, но не до конца смелый. То есть, если он будет говорить, это потому, что Путин хороший, действительно, политический деятель, что он действительно смог страну вытащить. Но он же сам говорит, что его отец приезжал, такеровский отец приезжал из Москвы и говорил, это ужас, это просто кошмар. То есть, он знает, значит, что страна была просто на грани разрухи. Ну, не на грани, а в разрухе была страна. И, тем не менее, да, он, а кто вытащил страну из разрухи? Благодаря, в том числе, руководству Путина попал бы, вот был бы Навальный. Вот был бы Навальным руководителем, да, России. Что бы было? Он бы просто уже всю Россию продал полностью ЦРУ и этому глубокому государству, Соросу, от которых он, в принципе, бабки получал, биткоина. Это, то есть, у нас в России как бы все знают, что он был, ну, агентом он был. Это все, ну, нормальные мысли, человек знает, что Навальному просто так биткоины не капали миллионами, а нет, кто-то его спонсировал, да. Тем не менее, Такер не может сказать, что я поддерживаю политику Путина, что я понимаю, что он за страну, что он пытается независимость России там вырулить, да. Нет, я осуждаю Путина, ну, я просто против нашего правительства, но я не за Путина. То есть, вы не подумайте, что я как бы за Путина, или что я оправдываю Путина, или что я уважаю Путина. Вот он каждый раз вот это вот как бы оговаривает. Точно так же делает Бабичев. То есть, ну, не называйте меня пророссийским, я всегда говорю, что я не пророссийский. И вообще, Америка самая лучшая страна, и не называйте меня пророссийским. Вот это вот он напоминает мне такого, знаете. Может, у Такера тоже еврейские корни есть. Их ожиданий нашего народа. Тебе не нужно мириться с этим. Тебе не нужно мириться с иностранными захватчиками, которые обкрадывают тебя, оккупируют школу твоих детей. Твои дети не могут получить образование, потому что люди из других стран нарушили наши законы, появились здесь и захватили школу. На самом деле это не признак свободы, а как раз наоборот. Именно так выглядит порабощение. И поэтому я просто хочу сказать, что нужно немного повысить свои ожидания. У тебя может быть чистая, функциональная и безопасная страна. Преступность совершенно не обязательно. Преступность это то, что наши лидеры решают иметь ее или не иметь. Это не то, что возникает само собой. Я написал книгу о преступности 30 лет назад. Я много думал об этом. У тебя столько преступлений, сколько ты терпишь и точка. И то, что ты не терпишь убийств, не делает тебя менее свободным. На самом деле большое количество убийств делает тебя несвободным. И поэтому я просто... Но мне грустно, когда люди говорят, «Ну, знаешь, я думаю, дело в том, что мне больше не нравится жить в Нью-Йорке из-за инфляции, грязи и нелегалы, и люди, стреляющие друг в друга, но я рад. Потому что здесь все живое, сильное и свободное». Такое ощущение, что на самом деле это вовсе не свобода. Я правильно понял твою точку зрения. У тебя может быть и то, и другое. Но не жалеешь ли ты о том, что у нас было и то, и другое? Лекс, да. В этом-то все и дело. У нас было и то, и другое. Я это видел. Не жалеешь ли ты в какой-то степени о том, что использовал московское метро и продуктовый магазин в качестве механизма, с помощью которого можно было это подчеркнуть? Нет, я имею в виду, что я думал... Я имею в виду, что я один из самых бескорыстных людей, у которых ты когда-либо брал интервью. Так что спроси меня, как это будет воспринято. Я имею в виду, что я в буквальном смысле понятия не имею, и интерес у меня довольно ограничен. Но я был так потрясен этим. Я был так потрясен этим. И их было двое. И в той мере, в какой я сожалею о чем-либо и в чем-то виноват, это было бы не так. И я часто делал это, не придавая этому значения, не полностью объясняя, почему мы это делаем. В продуктовом магазине я был шокирован ценами. И да, я знаком с обменными курсами, но очень хорошо знаком с обменными курсами. Но это не так, и я скорректирую их. Их по обменному курсу. Прошло уже два года после введения санкций и полной изоляции от Запада. Так что я ожидал, на самом деле, я действительно ожидал, пока не попал туда, что цепочки поставок будут разрушены. Как же вы получаете хорошие товары, если у вас нет доступа к западным рынкам? И я не до конца понял ответ на этот вопрос. Потому что был занят другими делами, когда был там. Но каким-то образом они это сделали, и в этом есть смысл. И у них не возникло проблем с цепочками поставок, которые я предсказывал. Другими словами, санкции не привели к заметному ухудшению ситуации в стране. Итак, еще раз повторю, что это комментарии в Соединенных Штатах и наших политиков. Зачем мы это делаем? Это вынуждает остальной мир объединиться против нас в блок под названием БРИКС. Они отказываются от доллара США. Это будет означать, что большое количество долларов вернется сюда, разрушит нашу экономику и приведет к обнищанию этой страны. Так что последствия ставки были действительно высоки, они огромны. И мы даже не причиняем бреда России. Это похоже на вопрос, какого черта мы делаем? Один из нас едет в метро. Это метро было построено Иосифом Сталином прямо перед Второй мировой войной. Я, конечно, не поддерживаю Сталина. Сталинизм это то, что я ненавижу, и я не хочу приезжать. Вот, вот это то, что я говорила. У них полностью, у всех промытые мозги по поводу Сталина. То есть они свалили на Сталина все. И голодомор у них на Сталина, и вот эти все гулаги, да, и то, что Сталин уничтожал русских. В общем, они как бы вообще не понимают, как мы, русские патриоты, да, России, относимся к Сталину. И если там какие-то были, во-первых, как бы очень много того, что Сталин не делал, на него навесили. Во-вторых, Сталин очень много делал именно для страны и для жителей страны. Очень много делал. И сам он, ну почему никто никогда не говорит, что Сталин, извините, проходил всю войну в одном, буквально, в этом тренче, да, у него вот был вот этот вот мундир. И он ходил в одном мундире, он, у него ничего не было. Ни замков, ни яхт, ни дворцов, ни золота, ничего. То есть, как бы он жил тем, чтобы страна стала на ноги как можно быстрее и люди как бы начали, и сколько вкладовано было все при Сталине и образовании. Это никогда не говорится на Западе. Никогда. Это все сразу, вот только одно. Сталин был монстр, Сталин был такой-то. И вот Такер, вот что меня бесит, вроде как мы считаем, что вот Такер один из самых таких вот продвинутых американцев, да, который более-менее понимает Россию и хотя бы изучал какую-то историю. И вот, и даже Такер вот такой вот бред. И вот, вы знаете что, вы сейчас спросите, кто хуже Гитлера или Сталина, они скажут, что Сталин хуже. Я хочу подчеркнуть очевидное, вот уже более 80 лет у вас висят эти фрески и люстры. Возможно, они были переделаны или что-то в этом роде, но похоже, общество каким-то образом смогло не разрушить то, что построили его предки. Это то, что стоит иметь. И это очень много. И вот еще что, например, почему у нас этого нет. И даже на гораздо более земном плане, например, почему у меня не может быть такой станции метро, как это? Почему мои дети, которые живут в Нью-Йорке, не могут ездить на метро? Многие мои знакомые, которые живут в Нью-Йорке, боятся ездить на метро. Особенно молодые женщины. Это и есть свобода? Нет, опять же, это рабство. И как это возможно? Если Путин может это сделать, то почему мы не можем? Например, что? Другими словами, я имею в виду, что это настолько очевидно. Я предатель. Хорошо и так, если я призываю американских граждан требовать большего от своего правительства и более высоких стандартов для своего собственного. Потому что, может быть, не надо войны устраивать по всему миру, да? Может, не надо лезть и бомбить Белгород, извините, Белград. Может, не надо лезть и бомбить Ирак, Вьетнам. Может, не надо лезть во все эти самые войны, куда тебя не просят, да? Может, не надо вот эти вот бабки посылать там с этим Украином и так далее. А отправлять эти деньги в свои страны. То есть люди работают, 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 работают. Ну, обычные американцы, да, которые пашут и днем, и ночью. Платят большие налоги там от 30%, 40% и больше. А потом все эти налоги, вместо того, чтобы идти на то, чтобы хотя бы это метро, извините, загаженное в Нью-Йорке, с какашками на полу и обмоченное мочой. Если вы не видели видео в Нью-Йоркском метро, то скажите, мы можем с вами просмотреть какой-то день. Но лучше этого не видеть. Поэтому эти налоги не могли пойти на обустройство жилья, ну, таких общественных мест, граждан США. Вместо этого они все время суют нос в другие страны, где их никто не просит. И помнить, что всего 30 лет назад у нас было совсем другое, гораздо более счастливое и более чистое и здоровое общество. Там, где все не толстели от диабета в 40 лет из-за отравленной пищи. Ну как тебе такое, я не предатель своей страны. Я защитник своей страны. И кстати, люди, называющие меня предателем, они все такие, ну знаешь, неважно. Это не так. Я бы не сказал, что они люди, которые ставят интересы Америки на первое место. Мягко говоря. В этом есть много элементов. Как ты и сказал, тебе не нравится сталинизм. Ты изучаешь историю. Централизованное планирование помогает строить метро так, чтобы это было действительно красиво. Кстати, в Нью-Йоркском метро есть много действительно положительных моментов, связанных не с частотой, а с эффективностью. Например, с доступностью того, насколько широко оно распространяется. Сейчас Нью-Йоркская сеть просто потрясающая. Но в Москве совсем другие показатели, это результат капиталистической системы. И ты на самом деле сказал, что по-твоему в США не совсем капиталистическая система, что самой по себе интересный вопрос. Это правда. У нас здесь больше централизованного планирования, чем в России. Нет, это не правда. Конечно, так оно и есть. Ты думаешь, что это правда? Конечно же, речь идет о климатической повестке дня. Говорят, что правительство США объединилось с несколькими крупными компаниями и решило изменить способ производства и потребления. Это не вызвало общественного протеста. Никогда не было массового движения американцев, которые говорили бы, я просто ненавижу свой бензиновый двигатель. Больше никакого дизельного топлива. Это было централизованное планирование. Это и есть централизованное планирование. И ты видишь, как это отражается на нашей экономике. Даже когда была вот эта вот болезнь, да, сравните, что было в России и что было в США. В США вообще просто без вот этого вот коль-коль, да, ни на работу, никуда. Крайней мере, я точно помню, что Путин говорил, что как бы добровольно, да, то есть никогда он не говорил, что все обязаны. В то время как Байден и все остальные, хотя я верю, что там тоже какая-то своя конспирология есть во всей этой фигне, что может быть это было глобально, но тем не менее в России было все равно проще. В Америке просто без этих вот уколчиков невозможно было никуда. Из-за этой маски тебя тоже там порвать на части могли. Вот, так что это было вообще очень серьезно. И где это была свобода, о которой он говорит? Все это было целенаправленно, государство на все это давило и заставляло. Никакой демократии в этот момент не было. Нет свободного рынка. Если у тебя возникнут разногласия с правительством, тебе конец. Если ты достигнешь больших масштабов, я имею в виду, может быть, если у тебя есть парикмахерская, винный магазин или что-то в этом роде, но даже в этом случае тобой управляют политики. Так что нет, на самом деле я за свободный рынок. Я ненавижу монополии. В нашей экономике доминируют монополии. Они полностью доминируют. Что вы имеете в виду? Google. Какой процент поисковых запросов приходится на Google? 90%? Google монополист по любому определению. И Google достаточно богат, чтобы продолжать делать все, что ему заблагорассудится, нарушая законы США. Так что в России нет такой крупной монополии, как Google. Повторяю, я не защищаю российскую систему. Я призываю вернуться к нашей старой системе, которая была разумной и умеренной, и ставила потребности американцев, по крайней мере где-то в топ-10, где-то в топ-10. Я не говорю, что стандарт Оилл была заинтересована в благополучии среднестатистических американцев, но я говорю, что в нашей политической системе, например, в Конгрессе, были избиратели, которые говорили нет. Подожди секунду, что это делает с людьми? Хорошо это для людей или нет? Об этом даже разговора не было. Это все равно, что заткнуться и подчиниться искусственному интеллекту и не обижаться. Так что я просто обижаюсь. Я напишу, и мы с тобой свяжемся. Когда это станет достаточно сильным? Да, я в этом не сомневаюсь. Ты будешь первым, кто уйдет. Как белый человек, я просто перестану существовать. Право мне так много нужно сказать по этому поводу. Бьюсь об заклад, когда через 20 лет ты загуглишь мою фотографию, это будет черная цепочка. 100%! Ну что же, я надеюсь, что... Вы, наверное, в курсе, да, про скандал, который был неделю назад, и сейчас Илон Маск подал на Google, в принципе, в суд. В общем, Google сделал свой искусственный интеллект, который называется чат GPT, да? И, в общем, этот чат GPT сошел с ума. Значит, начали писать, ну, любую там... То есть, есть опции у чата GPT, где можно, ну, например, я тоже им пользуюсь, да? Там какие-то, если написать какие-то, ну, письмо написать какое-то, или отредактировать текст какой-то. Я, значит, заставляю чата GPT мне, значит, там, отредактировать, там, добавь драматики, да? Или, там, добавь юмора. Когда мне лень или некогда, я ему раз отправлю, он мне там, или мне там пришлось с работы письмо, я говорю, там, вот это письмо пришло, ответь красиво, профессионально ответь. И то, значит, ну, есть еще опция платная у чата GPT, ну, я ее не пользуюсь, но есть платная опция у чата GPT, где, ну, мембершип платишь каждый месяц, и ты можешь фотографии редактировать. То есть, например, говоришь, создай мне фотографию короля Артура, и вот чат GPT выдает тебе черного короля Артура, или, там, покажи мне фотографию Джефферсона, например, там, у статуи свободы, или, там, Вашингтона, да? Или, там, Линкольна, тебе выдает фотографию черного. Они говорят, дай Путина, Путин черный, дай Илона Маска, Илон Маск черный. В общем, он сошел с ума, и он начал просто буквально белого человека стирать. То есть, никакого историческая личность не попала, его, чтобы не попросили чат GPT, все бы выходили черными, включая Илон Маска. В общем, Илон Маск подал, короче говоря, на гугл-компанию за расизм в отношении белых. Вот это он имеет в виду, что, говорит, мою фотографию через несколько лет загуглите, и вам выдаст черного Такера Карлсона с черным цветом кожи. Я тоже на это надеюсь. Наверное, это было бы что-то новенькое. Так что, в общем, идея центрального планирования действительно интересна, но я просто не понимаю, к чему ты клонишь. У нас капиталистическая система. Я имею в виду, что Соединенные Штаты одна из самых успешных капиталистических систем в истории Земли. Я умру. Сейчас я умру. Вы знаете, это уже такая глупость. Капитализма в США давно нет. Давно. Вот я вам сейчас, вот смотрите на меня и слушайте меня внимательно. Особенно вот Бабичев и Ижи с ним. В США капитализма нет. В США не капиталистическое государство, не капиталистическая система. Давным-давно весь этот капитализм, так называемый свободный рынок, был замещен корпорациями. Большими глобальными корпорациями, которые владеют полностью всем США. Включая Центральный банк США, Федеральный резервный фонд, который ничто иное, как просто большая корпорация, которым владеет куча разных блэк-роков, Соросов, Ротшильдов и так далее. И говорить о том, что она была когда-то капитализм, был когда-то давно капитализм в США. Но это давно уже все закончено. Сейчас полностью всей страной владеет буквально несколько корпораций, включая Центральный банк, ФРС так называемый, которые просто имеют это США. Они их имеют вот так вот, имеют. Ничего там, свободы никакой нет. Я просто говорю, что по-моему за последние 15 лет многое изменилось, и что нам нужно обновить нашу систему. У нас есть предположения о том, что мы видим. Лекс, конечно. И это верно во всех отношениях. Это верно во всем. Это верно в отношении детей твоего соседа, которых ты не видел 3 года, и когда они приезжают домой из Уэслиан, ты думаешь, о, как же ты вырос. Это верно и для окружающего нас мира. И большинство наших предположений об иммиграции, о нашей экономике, о нашей налоговой системе полностью устарели, если сравнить их с текущей реальностью. И поэтому я просто за то, чтобы обновить свои файлы, и у меня есть большое преимущество перед тобой, потому что я среднего возраста, и поэтому я этого не делаю. Ты так много раз называл себя старым за это время. Я не доверяю своему восприятию вещей, поэтому я постоянно пытаюсь понять, правда ли это? Я должен пойти туда, я должен это увидеть. И я думаю, что в конце концов я доверяю непосредственному восприятию. Так же, как на самом деле я не доверяю интернету. Википедия — это шутка. Википедия не может быть более нечестной. Это определенно относится к политическим категориям и вещам, о которых я много знаю. Иногда я читаю статью, написанную о чем-то, что я видел или знаю о вовлеченном людях, и думаю, ну что же, это законченный лжец. Ты упустил самый важный факт. И это похоже на то, что это ненадежный путеводитель по реальности или истории. И это ускорится с появлением искусственного интеллекта, когда история или восприятие прошлого будут полностью контролироваться и искажаться. Так что я думаю, что достаточно просто выйти на улицу, посмотреть на вещи и увидеть, что Москва оказалась совсем не такой, какой я ее себе представляю, а представляла собой тлеющие руины. Крысы на мусорной свалке. Это было приятнее, чем в Нью-Йорке. Какого черта? Прямые данные, это хорошо, но это сложно. Например, если вы поговорите с большим количеством людей в Москве или в России и спросите их, существует ли цензура, они как правило ответят, да, существует. О да, конечно, существует. Ну что же, я согласен. Я имею в виду, просто чтобы внести ясность, я не собираюсь переезжать в Россию. Я думаю, что меня, вероятно, арестуют, если я перееду в Россию. Эд Сноуден, который является самым известным сторонником открытости и транспарентности в мире, я бы сказал, что он, как и Ассанж, не хочет жить в России. У него были проблемы с правительством Путина. Он напал на Путина. Им это не нравится. Я имею в виду, я понимаю это, я все понимаю. Я просто спрашиваю, какие уроки мы можем извлечь из этого. И главный урок заключается в том, что нам могут таким образом, что это сбивает с толку и очень настраивает. Я был без ума от этого все восемь дней, что был там, потому что мне кажется, что я инфа... Вы знаете, мне вот интересен момент, когда Такер и Иже с ним будут бежать в Россию и просить политическое убежище. Я вот не удивлюсь, я не удивлюсь, если пройдет какое-то еще время, и вот это вот то, что он сейчас говорит, да, и этот Сноуден, он не хочет жить в России, ну поедь, поживи в Америку, тебя сразу же на электростульчик посадят. Это вообще, что вот это вот он несет, да? Такер, вот помяните мое слово, помяните мое слово, это в стране, это в стране, закончится тем, что Такер и такие, как он, будут бежать в Россию, стоять на коленях перед Путиным и просить политическое убежище. Вот чем это закончится. Я бы просто порекомендовал всем посмотреть это так, как вы думаете, если вам действительно интересно, если вы один из тех людей, а я к ним не отношусь, но которым нравится просыпаться каждый день с украинским флагом на голове. Почтовый ящик или что-то в этом роде. У тебя есть украинская ручка на лацкане пиджака, или это похоже на театр абсурда. Но если тебе искренне небезразлична Украина, Россия или что-то еще, почему бы тебе просто не сесть в самолет за 800 баксов и не посмотреть на это, хорошо? Такое никому и в голову не придет. И я знаю, что это отнимает много времени и довольно дорого обходится, но на самом деле это приносит огромную пользу. Я имею в виду, что я мог бы утомлять тебя около восьми часов. И я знаю, что у тебя был такой опыт, когда ты думал, что знаешь, что это такое, или думал, что знаешь, кто такой кто-то. А потом у тебя был непосредственный опыт общения с этим местом или человеком, и ты понимал, что все твои предубеждения были совершенно ошибочными. Ими управлял кто-то другой. Как бы тебе хотелось знать, на самом деле я не собираюсь выдавать секреты. Но в прямом эфире мы говорим о пункте, и ты сказал, я не мог поверить, что этот человек совсем не такой, как я думал. Ну что же, со мной такое уже случалось, в положительном направлении. В положительном направлении. Кстати, для меня это почти всегда происходит именно в этом направлении. Большинство людей, с которыми я встречаюсь, а мне выпала большая честь познакомиться со многими людьми за все это время, они намного лучше, чем ты думаешь. Или они более сложные, или что-то в этом роде. Но суть в том, чтобы получить непосредственный опыт, неопосредованный иже царя. Этому нет никакой замеры. Ребята, тут пишут, да, пути Господни неисповедимы. Я что хочу сказать. То, что... Я понимаю, что пути Господни неисповедимы, но вот Такер, Такер и такие, как он, да, вот патриоты американские, они еще верят. Я уже про Бабичева, который вообще там просто живет в мире голубых осликов, там, розовых пони. А вот такие, как Такер, которые вроде с мозгами, интеллектуальные, да, они верят в то, что еще можно Америку спасти, да. То есть они верят, что можно остаться в Америке, проявить патриотизм, там, голосовать за Трампа и так далее. Кстати, посмотрите, в телеграм-канале в моем я выставила видео о том, что Трамп проходит через процедуру посвящения в иллюминат или в масоны. Он там так вот сидит и идет там церемония. Кто-то записал ее недавно вот выложили. Так что не факт, что Трамп, он на самом деле не является, как бы, такой же марионеткой, как и Байден. Просто немножко, как бы, на другой стороне. И Такер, они еще верят, что вот мы-то выберем Трампа и мы страну, значит, спасем. Ой, мы там проголосуем правильно, мы страну спасем. Вот я лично не верю, что уже можно что-то сделать. Поздно, пить боржоми, уже все, уже вот эта точка невозврата, она пройдена, по моему мнению. Ну что же, по этому вопросу я хочу обратиться к непосредственному опыту в Украине. Итак, я посетил Украину и стал свидетелем многих из тех же вещей, которые вы наблюдали в Москве. Прежде всего, это прекрасная архитектура. Такер, да. И это страна, в которой действительно идет война, так что это не по-настоящему. Это как на самом деле, когда большинство мужчин либо идут добровольцами, либо сражаются на войне, а на улицах стоят настоящие танки, которые уезжают в ваш главный город Киев. И все еще цепочки поставок работают. Такер, да. Через несколько месяцев после начала войны все заработало. Рестораны здесь просто потрясающие. Большинство людей в состоянии выполнять какую-то работу, как будто жизнь продолжается. Чистота это то, о чем ты говоришь. Подождите, извините, а на Украине что, санкции? У них запада все идет, все, снабжение все есть, цепочки все есть. Что ты несешь этот, Фридман, да? Фридман. Ну вот, понимаете, что Фридман ездил типа в Киев, и он рассказывает такеру, который ездил в Москву, что на Украине тоже все прекрасно. А санкции на Украине есть? А сколько миллиардов долларов Америка отправила Украине? Вот, говорю, дайте мне что-нибудь тяжелое, я этим сейчас журналистам вот так, как стукнула бы по башке. Блин, последнюю мозгу, что ли, потерял? Что, Украина под санкциями? А миллиарды, миллиарды долларов, которые прутся туда, в эту Украину? Это что? И он сравнивает, что вот, значит, Москва, а вот Украина тоже, там все чисто и красиво на Украине, в которой миллиарды долларов просто сыпятся, и никаких санкций нет. Сравнил, называется, кое-что с пальцем, да? Мне это нравится. Безопасность. Это просто невероятно. Как будто преступность здесь сведена к нулю. Они раздали всем оружие. Это стратегия Техаса. Это действительно работает. Да, когда ты... Это на Украине оружие всем раздали? Так они преступникам пораздавали. Извините, там, с тюрем всем повыпускали, всем подряд оружие. А те потом перестреляли себя в первые дни своего друг друга. Становишься свидетелем этого, ты понимаешь, что в этих... Сравнил с Техасом, да? Техасом, где действительно люди как бы сами купили это оружие, сами их проверяют, что это не преступники, ничего. Ну, а на Украине раздали всем оружие. Он говорит, это как в Техасе. Что у них в голове? Что у них в голове? Это дебилы. Вот кто у нас? Лавров наш. Дебил. Людям что-то есть. В этой стране есть что-то такое, что говорит о том, что они не настолько коррумпированы, как ты мог бы подумать. Ты слышал, что Россия коррумпирована, Украина коррумпирована. Ты думаешь, что все это просто полетит в тратары? Ну что же, так оно и было. И я не был в Украине. Хотя, конечно, пытался. И они внесли меня в какой-то список, убей его немедленно. Так что я не могу. Я пытался взять интервью. Это же Такера внесли на миротворец после интервью с Путином. Он продолжает осуждать меня. Я просто хочу взять у него интервью. К сожалению, он этого не сделает. Лепс, да. Я бы с удовольствием это сделал. Я надеюсь, что ты это сделаешь. Я надеюсь, что я тоже это сделаю. Но одна из вещей, которая беспокоит меня больше всего... Мне нравится слышать то, что ты только что сказал о Киеве, но на самом деле я не удивлен. Одна из вещей, за которую мне больше всего стыдно, это фанатизм, который я испытывал по отношению к славянам, а также к мусульманам. Я просто буду абсолютно честен, потому что я пережил десятилетия пропаганды со стороны NBC News и CNN, где я работал, одной или иной группе людей, и они ужасны или как скажешь. А потом ты завелся. И я вроде как поверил в это, и теперь я это вижу. Мы даже не можем произнести слово «Россия» на Уимблдоне, потому что это так оскорбительно. Ну и какое отношение к этому имеет теннисист? Он что, вторгся в Украину? Я не думаю, что он это сделал. Он крадет яхты у всех этих бизнесменов и общается с олигархами. А какое отношение они имеют к этому? Ну ты понимаешь, да что угодно. Вот к чему я клоню. Идея о том, что целая группа людей является злом только из-за своей крови, я просто в это не верю. Я думаю, что так думать аморально. И я могу просто рассказать тебе о своем собственном опыте после восьми дней пребывания там. Я думаю, что это действительно интересная культура, славянская культура, которую, кстати, разделяют Россия и Украина, конечно. Они самые дальние родственники, и я нахожу их действительно умными, интересными и информированными. Может быть, этот искусственный интеллект перевел неправильно? Что значит, они дальние родственники? Как бы тут либо близкие родственники, либо мы один народ. Какие дальние родственники? О чем? Я не понимал многого из того, что они говорят, и не понимаю, как работает их мозг, потому что я американец. Но это была не тонкая культура, а очень густая культура, понимаешь? И я восхищаюсь этим. И я хотел бы поехать в Украину. Я бы поехал туда завтра. Так вот, я думаю, что после того, как ты дал интервью Путину, ты, как мне кажется, выложил клип на канале ТСН, где, как мне кажется, был твой анализ. Да, это был не такой уж большой анализ. Нет, но что мне бросилось в глаза, так это то, что ты немного поносил Путина. Да. Как будто ты его критиковал. А почему бы мне этого не сделать? Это говорит о том, что ты упомянул, а именно о том, что ты не боялся. А теперь вопрос, который я хочу задать. Было бы довольно круто, если бы ты пошел в супермаркет и высказал свою точку зрения, но при этом еще раз критиковал Путина, верно? Критикуй то, что в стране отсутствует свобода слова и свобода прессы. В супермаркете? Да. О, ты имеешь в виду, если бы я тоже так сказал. Ну да, я имею в виду, что я, конечно, так думаю, но это не так. Так что думаю, отчасти дело в том, что я немного не в себе. Потому что у меня такое низкое мнение комментаторов в Соединенных Штатах и новостных организациях, которые на самом деле просто работают на правительство США. Я имею в виду, что я действительно смотрю на них так, как смотрел на известия и правду в 80-е годы. Как будто это просто органы власти, и я думаю, что они достойны презрения. И я думаю, что люди, которые там работают... Ну, в Америке, то есть тоже у них как бы вот мозги промыты в том плане, что если ты хочешь сказать, что это газета или это средство массовой информации проправительственное, то надо говорить, о, это правда. То есть у них правда, вот как у нас была газета «Правда», это символ пропаганды. То есть любая пропаганда, о, это правда, значит, ну, или известие, да, то есть это пропаганда правительственная, там никогда правду не писали, там всегда, значит, писали правительственные источники. Достойны презрения. И я говорю это как человек, который действительно хорошо знает их лично. Я думаю, что они отвратительны. Я немного отстранен от того, что люди говорят обо мне, потому что мне это неинтересно. Так что я стараюсь не защищаться. Ты же видишь, что я не инструмент Путина. Но мысль о том, что я буду поддерживать Путина, когда ты знаешь, что мои родственники сражались в войне за независимость, Путина заставляет меня думать, что я такой же американец, как и ты. Для меня это просто безумие. А Эппл Баум называет меня предателем. Я такой, ладно, ладно, это просто глупо. Но нет, конечно, у них нет. Ни в одной стране, кроме нас, нет свободы слова. В Канаде ее нет. В Великобритании ее определенно нет. Франция, Нидерланды — это страны, в которых я провожу много времени. А в России этого точно нет. Вот почему я там не живу. Вы понимаете, да? То есть в России нет свободы слова. Снауден в тюрьме, чуть не прибили его, да, Снаудена, убежал. Это нормально. Этот Асанж в тюрьме сидит, это нормально. Такера выгнали с Fox News, это нормально. Очень много журналистов, которые говорили правду, просто самоубились каким-то путем, да? Президентов, которые были против каких-то вещей, пристрелили, да? Но у нас есть свобода слова. Вот я не могу понять, он реально так думает, Такер, что в Америке до сих пор есть свобода слова. Вот в других странах нет. Да, то есть Навального свои каналы были. Нес, лапшу вешал молодежи годами, да? Все эти Собчаки, все эти, значит, там, каналы Дождь и так далее. То есть конкретно оппозиционные каналы, которые обливали Путина с ног до головы каждый божий день. Эти Венедиктовы, вот эти всякие, да? Это нет свободы слова. А в США свобода слова. То есть у Такера что-то с головой, наверное, не в порядке, если он до сих пор верит, что в США свобода слова. Я просто хочу сказать, что наши санкции не работают. Вот и все, что я хотел сказать. И нам не обязательно жить как животных. Мы можем жить достойно. Даже русские могут это сделать. Примерно об этом я и говорил. Даже русские... Вы слышите? Даже русские могут жить достойно. Даже русские. То есть это... То есть это что? Типа мы настолько ниже, да? По уровню, что даже если русские могут жить достойно, в чистоте и иметь хорошее метро, то мы-то американцы, там мы-то вообще, да? Там должны, там вообще... Это, вы знаете, вот я вот... Я не у лучшего была, честно говоря, мнения. Ну вот после этого интервью, как бы, мне все хуже и хуже. Уже мнение о атакере складывается. И предолбаном Владимире Путине могут так жить. И нет, это не признак диктатуры. Я думаю, что это... А ну-ка, что он тут сказал? В насти, я думаю, что они достойны презрения. И я думаю, что люди, которые там работают, достойны презрения. И я говорю это как человек, который действительно хорошо знает их лично. Я думаю, что они отвратительны. Я немного отстранен от того, что люди говорят обо мной, потому что мне это неинтересно. Так что... Вот тут, наверное. Не опасаясь, что меня убьют. Не слишком ли это много, чтобы? Тогда заткнись. Ты не веришь в свободу. Если вдуматься, то становится по-настоящему темно. Так вот, есть фундаментальный способ, которым ты хотел, чтобы американцы ожидали большего. Тебе не обязательно так жить. Нам не обязательно так жить. Ты не обязан принимать это. Ты не должен. И все в этой стране боятся, что их закроют технологические олигархи, или в их домах появится ФБР, или они попадут в тюрьму. И люди в Соединенных Штатах. Подождите. Минуточку. Минуточку. Я записываю. Что? А это не то, что только что ты так и рассказал минуту назад? Что это в России там такое все при Путине диктаторе? А в Америке же свобода слова. Он же только что сказал своим ротом, что в Америке свобода слова. А тут он говорит, что люди боятся, что ФБР и ЦРУ прикроют. Что? Это, товарищ Такер, вы определитесь, вы на этом стуле сидите или на этом. Оно на двух не получится. Он может быть родственник Бабичева, я не пойму. Что-то, что-то... Чем дальше, тем страшнее. Действительно боятся этого. И мне так хочется проявить немного мужества. Например, чего тебе стоит, чтобы твои внуки жили в свободной и процветающей стране? Это должно быть важнее, чем твой комфорт. Вот что я чувствую. Мы должны четко заявить, что по многим показателям, если посмотреть на мировой индекс свободы прессы, ты прав. США не на первом месте, Норвегия на втором. У нас 71 балл. То же самое можно сказать и о Гамбии в Западной Африке. В самом деле. Так что позволь мне просто спросить. Подожди, подожди, подожди секунду, подожди секунду, подожди секунду. Такер, теперь ты заставляешь меня смеяться. Украине 61 год, а России 35. Чем ниже этот показатель, тем хуже. Он близок к Китаю, 23, а Северная Корея находится в самом низу, 22. Разве Украина не посадила Гонсало Веру в тюрьму для его смерти за критику правительства? Как у них может быть высокая пресса? Да, именно поэтому у нас 61 балл из нуля. Но я хочу сказать, что я не знаю, какими критериями они руководствуются, чтобы прийти к такому выводу. Но я знаю, что такое свобода прессы, когда я вижу это. Я стараюсь практиковать это. То есть тут он говорит, что есть какие-то статистические данные. Вопрос, кто эти статистические данные собирал, да? То есть статистические данные такие, которые показывают, что индекс свободы прессы на Украине там 61, надо сказать, и в России 35. А у кого спрашивали? У Навального или у этих Навальев спрашивали, да, что у нас нет свободы прессы, да? А на Украине у кого спрашивали? То есть сказать, что в России, значит, соответственно, ниже индекс свободы слова, чем на Украине. Ну и вы знаете, а что там было с Олесей Бузиной, что там было, да? А что было, извините, вот Кузьмой Скрябин, вот этим певцом, который начал поднимать вопрос по поводу Майдана, да? Как-то он быстро попал в аварию сразу после того, как начал критиковать правительство. Ну, в общем, вопрос возникает, кто проводил эти опросы, да? Это какая-нибудь Центр Медозы проводил опросы, да? Что у нас на России 35 только свобода слова, а на Украине 62 там или 63. Бред вообще. Исправлять себя, когда тебе показывают, что ты неправ, как я уже много раз делал, нужно быть настолько честным, насколько это возможно, все время и ничего не бояться. А в моей стране они полностью отсутствуют, совершенно отсутствуют. Люди, работающие в сфере новостей, боятся. Я бы знал, так как проработал там всю свою жизнь, и они боятся говорить правду. Они находятся под огромным давлением, и у многих из них маленькие дети. Минуточку! Минуточку! Я записывала. Подождите, он же только что говорил, что в России нет свободы слома, что там все боятся, Америка свободная страна, демократическая. Что он сейчас несет? Слушайте, какая-то у Такера раздвоение личности. Он чем дальше, тем страшнее, чем дальше влез, тем толще партизаны. Такер, ты, 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 у тебя, мигни нам, с тобой все в порядке. Дети ипотечные кредиты. Я сам был там, так что я им сочувствую. Но они соглашаются с такими вещами, как это сделал бы ты. Тебе запрещено выступать на любом кабельном канале, на любом кабельном канале в мире. Соединенные Штаты и говорят, подождите секунду, как украинское правительство бросило гражданина США в тюрьму до тех пор, когда ты умер за критику украинского правительства, и мы расплачиваемся за это. Вот почему это оскорбительно для меня. Мы платим за это. И это, конечно, происходит постоянно по всему миру. Но это гражданин США, и мы выплачиваем пенсии украинским чиновникам. На данный момент мы являемся украинским правительством. И если бы ты сказал это по телевизору на любом канале, то потерял бы работу за это. Так что если бы это было не так, мне было бы все равно. Или Норвегия на вершине, на самом деле Норвегия. Если бы я пошел на норвежское телевидение и сказал, что НАТО взорвало Северный поток, что оно и сделало? НАТО взорвало Северный поток. Правительство Соединенных Штатов с помощью других правительств взорвало Северный поток. Поднявшись, завершил крупнейший в истории акт промышленного терроризма. И, между прочим, это крупнейшее экологическое преступление, в результате которого происходит самый большой выброс КО-2 метана. Могу ли я сохранить свою работу? Нет. Так как же это бесплатно, мы этого не знаем. Я имею в виду, в чем весь смысл. В Норвегии? Лекс да. Ну что же, как скандинав, я могу сказать тебе, что в Норвегии с этим не смирились бы ни на секунду. Лекс прошло много времени. Ты придерживаешься мнения большинства? Нет. Ну что же, но в этом смысле, отклонение от нормы может быть и не одобряется, но... Такер не одобряется, да. Но есть ли у тебя свобода сказать это, если ты действительно отклоняешься от нормы? Вот в чем вопрос. Сможешь ли ты сохранить свою работу? Это один из показателей этого. Лекс, ты можешь сохранить свою работу? Да. Да, это не единственный показатель. Очевидно, что попасть в тюрьму гораздо хуже, чем потерять работу. Кстати, меня несколько раз увольняли за то, что я говорил то, что вы. И это нормально. Мне это понравилось. Я не возражаю, чтобы меня уволили. Я всегда становлюсь лучше после того, как это случилось. Но это одно из измерений свободы. Если у тебя есть теоретическое право что-то сделать, но нет практической возможности это сделать, имеешь ли ты на это право? И ответ на этот вопрос не совсем правильный. Ты упомянул Джона Стюарта. У вас двоих есть что-то общее? Я не знаю, видел ли ты это. Но он как бы поджарил твои видеоролики о супермаркетах и метро. У тебя есть возможность посмотреть это? Я сам этого не видел, но кто-то рассказал мне об этом. И именно поэтому я высказался против этого в начале наше. Это Джо Стюарт, он ведущий на очень либеральном канале, как не на CNN. Ну, такой считается, типа, там, знаете, саркастический такой ведущий. Ну, типа, как у нас Ургант был, по-моему, такая же программа, как у Урганта. Ну, он суперлиберальный, пролиберальный, пробайденовский. И Такера раскритиковал после взятия интервью Путина. ...разговора о том, что цена свободы — жить в грязи и хаусе. Да, по сути, так оно и было. И так в 2004 году, то есть 20 лет назад, Джон Стюарт появился на шоу Кроссфайр, который он вел. И это был незабываемый момент. Можешь ли ты рассказать Сагу об этом так, как ты ее помнишь? Я имею в виду, что для меня, как я уже говорил тебе раньше, требуется много времени, чтобы переварить, обработать и понять то, что происходит с тобой, или по крайней мере для меня. Когда это происходило, я не воспринимал это как особо важный момент. Я только что сошел с самолета, прилетевшего с Гавайи. Я имею в виду, что, как обычно, я был не в Сибири, и как обычно, действовал очень буквально. И поэтому, с моей точки зрения, его критика в мой адрес, насколько я помню, заключалась в том, что я был сторонником. Ну что же, у него было два критических замечания. Одно из них, перекрестный огонь, было глупым, что, безусловно, так и было. На самом деле, я уже подал заявление об уходе, и к тому моменту собирался перейти в другую компанию. Кроссфайр, это было глупо. Кроссфайр не помог. Кроссфайр представил все как противостояние республиканцев и демократов, неважно. Это не способствовало публичному дискурсу. Я не мог с этим не согласиться, и именно поэтому я ушел. Так что это была справедливая часть его критики. Кроссфайр, это перекрестный огонь, то есть, он типа критиковал Сюарта, а Сюартрик критиковал Такера. Я не уверен, что признал себя в этом в то время, потому что я там работал. И довольно трудно признать, что ты занят в предприятии, которое похоже на в корне бесполезный, каковым он и был. Но другой его аргумент заключался в том, что я был каким-то образом сторонником или безмозглым партизаном, что определенно не соответствует действительности. Это относится и к нему, он и есть безмозглый партизан. Но я им не являюсь, и я не был им в течении, я действительно не был им с тех пор. Я вернулся из Багдада в начале войны в Ираке, и понял, что республиканская партия, за которую я голосовал всю свою... Промотаем Сюарта, потому что вы про него не знаете, как бы... Бог с ним, с тем Сюартом. Что случилось с оружием, которое мы купили? Ему все равно. У него точно такие же приоритеты, как и у людей, постоянно находящихся у власти в Вашингтоне. Так что, как бы там ни было, он не одинок в этом. Так же, как и Мико Джезински, ее муж и все остальные активы... И могут с ней не согласиться. Самые важные вещи, это экономика и война, ясно. Лекс, да. Правительство может делать самые важные вещи, я имею в виду, что есть много вещей, которые правительство делает. На данный момент правительство делает все. Но где мы убиваем людей, и как, и с какой целью, и как мы организуем экономический двигатель, который удерживает страну на плаву? Это два больших вопроса. И я почти не слышу скоров ни по одному из них в средствах массовой информации. И у меня есть особые взгляды на них обоих. Я имею в виду, что я без ума от налогового кодекса, который, по моему мнению, несправедлив. Я не думаю, что мы должны быть. Тот факт, что у нас в налоговом кодексе есть лазейка для удержания процентов, и люди утверждают, что их доход является инвестиционным доходом. И они платят половину налоговой ставки, как кто-то другой, который просто ходит на работу каждый день. Это мешает работать, поощряет выдачу суд под проценты, что, по-моему, отвратительно. Лично я против этого, извини. И тот факт, что мы создаем хаас по всему миру, это самое печальное, что происходит прямо сейчас. И никто не чувствует себя вправе говорить об этом, так что это нехорошо. Как, по-твоему, закончится война на Украине? Мирным путем. Разумным путем урегулирования. А что такое разумное урегулирование, когда обе стороны чувствуют, что они немного уступают, но могут смириться с этим? И я имею в виду, что в моем разговоре с Путиным меня действительно поразило то, как он в принципе отказался критиковать Джо Байдена и НАТО. И это так. Я просто буду честен, как американец. Было бы немного странно вести себя так, словно писаешь на Джо Байдена с иностранным лидером. Любой иностранный лидер, даже если я не думаю, что Джо Байден реальный человек или настоящий президент. Я имею в виду, что все это просто нелепо. Но тем не менее, формально он является американским президентом. И я не хочу нападать на американского президента из-за иностранца. Я просто не хочу этого делать. Может быть, я старомоден. Вот так я себя чувствую. Так что я не настаивал на этом, но мне показалось, что это действительно интересно. И, конечно же, Путину известны мои взгляды на Джо Байдена. Он знал, что я обратился в ЦРУ, так что они навели на меня кое-какие исправки. Но он не упоминал об этом и не нападал на НАТО. И я точно знаю, что причина в том, что он хочет урегулирования. И он хочет урегулирования не потому, что Россия вот-вот рухнет, несмотря на ложь наших СМИ. Это просто неправда. И никто больше даже не говорит об этом. Потому что это так глупо. Он хочет этого. Потому что война — это просто плохо. И она меняет мир так, что ты не можешь предсказать. Люди умирают. Все, что связано с этим, печально. И если ты можешь этого избежать, то должен это сделать. Так что я хотел бы видеть урегулирование, в котором послушай то, чего хочет Россия, и на что я думаю, вероятно, имеет право, это не размещать ракеты НАТО на этой границе. Я просто не понимаю, зачем нам это делать. Я не знаю, что мы из этого получим. Я просто этого не понимаю. Я не понимаю цели НАТО. Я не думаю, что НАТО приносит пользу Соединенных... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не понимает он, да? Типа дурочком прикидывался. Все, значит, понимают, для чего НАТО приближается к границам России и хочет разместить ядерное оружие. А Такер не понимает. Ну, он наивный вообще. Вчера родился. Не понимает он, зачем НАТО лезет к нам, да? Такер, не прикидывайся дурочком. Субтитры создавал DimaTorzok